Ну что, товарищи, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о российском чемпионате, где не утихает скандал вокруг матча Спартак-ЦСК. Дело в том, что КДК вынес решение, крайне спорное, наказать и Абаскаля, и Федотова за тот самый инцидент, который произошел во время недавнего дерби между армейцами и краснобелыми. Ну и здесь, как мне кажется, абсурдно буквально все. И в результате мы получаем ситуацию, когда вместо отличного на самом деле футбольного матча между ЦССК и Спартаком все обсуждают вот эту вот перебранку, так скажем, между Федотовым и Абаскалем. Давайте попытаемся понять, что здесь произошло на самом деле, кто прав, кто виноват, и почему наши футбольные власти творят какую-то тачку. Но сперва хотелось бы рассказать вам о новом предложении от моих спонсоров из компании Балтбет. Вы можете выиграть 2500 рублей, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Да всего ничего. Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на сайт Балтбет, зарегистрироваться и ввести промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии. Вы получите возможность сделать бесплатную ставку, по которой вы можете выиграть до 2500 рублей. Ничем, повторяю, не рискуя. В наши кризисные времена бесплатная ставка на вес золота, так что проходите по ссылочке в закрепленном комментарии и получайте фрибет. Итак, во-первых, здесь хотелось бы напомнить, что я в свое время сказал, что КДК РФС открыл ящик Пандоры, наказав Кордубу за, ну, скажем так, нелицеприятные высказывания в подтайбунном помещении. Это было несколько недель назад, когда во время матча Краснодара Кордуба, ну, скажем так, обматерил арбитра. Ну, или высказался резко негативно о судействе, упоминая при этом не самые приятные испанские выражения. И вот в этой ситуации, как мне кажется, КДК, РФС и прочие организации, они явно перегнули, наказав Кордубу за то, что он что-то там ляпнул за пределами футбольного поля. И даже за пределами самого футбольного матча. Потому что это был перерыв, так скажем, арбитр был далеко, он этого не слышал, Кордуба, ну, просто на эмоциях что-то сказал, и все. Ничего особого не произошло. Но в итоге его за это наказали. Я уже тогда сказал, что это какой-то абсурд. Что скоро будут наказывать за матершину, там, не знаю, в раздевалке. За то, что кто-то не что-то там не то сказал в автобусе футбольном, когда ехали футболисты на матч и так далее. Что вот до этого уже скоро дойдет. И мне кажется, в этом контексте очередной скандал, он является вот следующим шагом в рамках вот этой абсурдной политики. Раньше нельзя было, получается, на футбольном поле материться друг на друга. Поэтому все все равно матерились. Но вроде как считалось, что с этим нужно бороться. Потом, когда это более-менее уже, скажем так, урегулировали, и когда мата на футбольном поле стало несколько меньше, решили это дело продолжить. И теперь нельзя вообще ругаться за пределами футбольного поля. Ну а сейчас, судя по наказанию Абаскаля, нельзя еще и проявлять какие-то активные эмоции по ходу встречи. Потому что вот, ей-богу, с Федотовым еще можно понять. Он действительно там оскорблял своего оппонента. Он действительно недопустимые вещи сказал. Хотя лично я считаю, что это тоже эмоции. За это тоже наказывать нельзя. Но там хотя бы есть какой-то чисто формальный состав преступления. Абаскаля, получается, наказали просто за то, что он вел себя излишне эмоционально. Ну или там залез немножко в техническую зону ЦСКА. Но опять же, если за это наказывать футбольных тренеров, ну тогда все будут просто, знаете, вот сидеть вот так вот на своем месте, смотреть футбол. Ну и дай бог раскачиваться, как Леонид Слуцкий, вот так вот в кресле. Да и то, наверное, скоро начнут наказывать за то, что раскачиваешься. А то, видите ли, ты, может быть, провоцируешь кого-то вот этим самым раскачиванием на своем тренерском мостике. Так что здесь, ну не знаю, какой-то абсурд. Загоняют в какие-то непонятные рамки, что футбол скоро превратится в какой-то балет, где ни чихнуть, ни перкнуть нельзя. В зрительном зале, а сами балерины должны быть примерами для, не знаю, там, подражания, примерами для интеллигентного общения. Ну, может быть, мы и хотим, чтобы так оно было, но мы понимаем, что футбол — это эмоции, футбол — это мужской вид спорта, футбол — это, блин, не балет. И в футболе всякое бывает, тем более в дерби. И, на мой взгляд, здесь наказание Федотова, наказание Абаскали — это полный бред. Особенно наказание Абаскали, где даже формального состава преступления, так скажем, не было как такового. Я считаю, что и Федотова наказывать не стоило, но здесь получается, ну, какой-то абсурд. Понимаете, Федотов наговорил лишнего. Окей, но, опять же, это эмоции. Я считаю, что Федотов сам себя хорошенько подставил, потому что теперь в глазах многих он выглядит, ну, скажем так, хамоватым, бодловатым каким-то мужиком из провинции, который поехал в Москву и не перестроился. Вот действительно это отношение к Федотову у очень многих. И он сам себя подставил по факту, он уже сам себя наказал. Нахрена вот эти вот дисквалификации, наказания, еще и с какой-то долбанутой формулировкой, что они там что-то там нарушали спокойствие на стадионе или еще какая-то чушь. Ну, вы что, серьезно? Ну, это просто вот полный бред. И у меня такое ощущение, что скоро действительно эмоций на футбольном поле и за его пределами не будет. Матернешься на подходе в раздевалку, тебя запишут, как было скоро, и накажут. Будешь там, не знаю, быстро там бегать вокруг своей, там, тренерской скамейки, все, тебя тоже накажут. Быстро бегал, превысил лимит скорости на футбольном поле или возле него, все. Дисквалификация. Прыгнул тренер выше, чем нужно. Вот, пожалуйста, тоже наказание. Помните в фильме Ширли Мерли? Попытка прыгнуть будет считаться попыткой улететь. Это была шутка, вот, милиционера. И вот здесь то же самое. Попытка Абаскаля прыгнуть будет считаться попыткой, не знаю, агрессивно повлиять на футбольный матч и так далее. Дальше можно наказать за неправильный взгляд. Не так посмотрел на судью. Неуважительно высказался там, еще что-нибудь. Ну, вот, реально дойдет до того, о чем писал Василий Уткин. Что Ценбавара, того же самого бывшего тренера локомотива, можно еще там наказать дополнительно на полгода дисквалификации за то, что он, улетая из Москвы, пернул в самолете. Или еще что-нибудь такое. Вот, знаете, на фоне этого сразу вспоминается еще один момент из замечательного сериала «Клан Сопрано», когда главный герой сказал «Спасайте наш город, его скоро захватят ебаные мормоны». Ну, то есть, поборники нравственности и всего остального. Вот, мне кажется, до этого скоро и докатился. Будет ли это футбол? Нет, это будет болеть с футбольным мячом. Давайте будем помнить о том, что футбол – это спорт все-таки мужской, контактный, жесткий и там допустимые эмоции. Прав ли был, не знаю, Федотов? Я считаю, что неправ, но он сам себя уже подставил этой ситуацией. Мне кажется, что вообще свобода слова – это очень полезная вещь, потому что как раз показывает истинную личину каждого человека. Когда ты загоняешь каждого, знаете, тренера, каждого футболиста в рамки какой-то морали, что он должен высказываться только толерантно, только уважительно, сюси-пуси-муси-пуси, и пресс-конференции должны превращаться в советские рауты, ну, значит, это будет лицемерие, значит, все будут изображать из себя интеллигентов, а на самом деле они могут быть какими угодно. Поэтому здесь уж лучше кто-то выговорится и покажет себя во всей красе, чтобы мы могли осознать, что он из себя представляет не только как тренер, но и как личность, и как человек. А не загонять всех в рамки, что вы там, не знаю, должны как, не знаю, там, люди эпохи Возрождения друг с другом общаться, и кланяться, и реверанс отдавать. Все, на этом у меня все, потому что, честно говоря, ситуация просто уже начинает выбешивать. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение, ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал, и следите за обновлениями на нашем втором канале, он посвящен кино и сериалам, ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!